всем привет с вами проект soul finder и сегодня у нас студии кроссовки adidas и они очень даже нестандартные для текущего времени но очень интересные на мой взгляд сегодня в студии adidas crazy infinity и и и инфинити написано как adidas 3 полоски а вот два с половиной почему я честно говоря не знаю предположу что это ступень между adidas коби 2 которые существовали и adidas коби 3 которые мы только видели сэмплы вот что-то посередине придумал джерри лоренцо тот самый fear of god который раньше был с nike и вот такие трактора космолеты даже не знаю как это назвать бобслей бобслейная капсула приехала к нам рубрика вам кроссы нам контент и мы нашли человека точнее он нашел нас которому эти кроссы очень интересно ему захотелось их приобрести и несмотря на то что в его размере такая по распользована стоила космических денег он согласился в общем то доставка на нас он платит только за кроссы всем выгодно полный список моделей в описании если хотите заказать посмотрите что есть в моменте только на одну первую пару мы даем бесплатную доставку скидка 3-4 тысячи рублей и спасибо заказчику за то что он такой смелый заказал их я могу подержать их руках рассказать о них у меня в руках размер 12 с половиной вес они достаточно большие поэтому примерить возможность у меня не было но даже взяв их в руки в этом размере я регулярно держу разные кроссовки в руках я понимаю что это из себя представляет но я не представляю каково это в них ходить играть или что-либо еще делать это произведение искусства это нечто нестандартно это современное видение происходящего произошедшего произошедшего в прошлом кроссовки для коби которых не не должно быть но тем не менее джерри лоренцо покопался в архивах и сделал что-то такое и сегодня вы недавно смотрели видео adidas 3 young 3 я там пользовался рулеткой сегодня тоже буду пользоваться рулеткой но для другого и об этом чуть позже вы видите что эти кроссы выполнены в стилистике так скажем мягко адидасовских утюгов adidas crazy 1 мы обозревали на канале дважды и crazy 1 и на тот момент они назывались коби 1 они были очень популярны они достаточно хороши и выполнены в такой же монолитной стилистике очень короткая шнуровка ауди тт где-то фигурировала вот в создании дизайна после этого появились адидас коби 2 это страшный слав просто отдыхает это утюги которые никто не хотел носить они были очень стрёмными но практически для большинства людей на планете кто их когда-либо видел тем не менее не продавались коби 3 были ну такими немножко адаптированными коби 2 а вот инфинити они вообще собрали в себя все что можно было собрать от этих вот трех моделей присутствует что она не была даже издана вот эта стилистика такой сапожковый ботиночный калоши тип выполнен из нескольких материалов вот эта часть это просто резина и вот эта резиновая нахлёст вот этот резиновый нахлёст сюда он ну говорить словами знаменитый будет жарить вообще ничего не говорить у вас там будет просто преть нога стопа пальцы там просто будет лужица болотца потому что у вас вентиляция здесь может быть такой центральной части в зоне подъема это гипотетическое потому что бортик этих кроссовок выполнен из кутматовой резины супер плотный никаких намеков на циркуляцию воздуха здесь быть не может и как сказал один подписчик нашего канала человек который всегда покупает первым кроссовки первыми тим он сказал что как будто внутри кроссовки есть еще одна кроссовка и вот здесь главный прикол этот 12 с половиной с по ширине эти кроссовки к сноубордические ботинки если у вас есть но бардические ботинки измерьте их пожалуйста и напишите ваш размер и сколько они в сантиметрах по ширине а я вам сейчас покажу что у нас здесь ширина 12 сейчас вот так вот выровняю 12 с половиной сантиметров в передней части а в пяточной части именно по высоте выступающей примерно 11 3 измерьте свои кроссовки если у вас есть например 12 половиной вот сколько они по ширине на мой взгляд это просто космос они настолько большие широкие на них даже страшно так смотреть какой-то степени вот это резиновая лодка внутри которой скрыты кроссовки укрыты молнии вот эта шнуровка похоже конечно на crazy один на те самые коби один но так как так она глубоко все запрятано что есть сомнения я жду начало сезона нбей кто-нибудь будет в них играть ну вот взять и играть в них в баскет в нбей вот найдется ли смельчак такой или тим единственных покупатель вместе с нашим дорогим подписчикам не знаю как я уже сказал верхняя часть эта сетка на молнии и я не знаю что должно произойти чтобы молния смотрелась гармонично здесь спокойненько вылезает рука ладошка не очень маленького человека и каким образом должен подняться язычок и стопа игрока чтобы это сидела плотно я честно говоря не знаю это должен быть человек с очень 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 высоким подъемом для которого не будет проблемы в общем-то влезть в эти кроссы поэтому есть сомнения что существует такой человек в зоне ахилла вы видите небольшое такое углубление и опасность опасность подстерегает вот здесь эта штука не гладкая она как наждачка поэтому если вы с ней соприкоснетесь есть вероятность просто отрубание стопы в общем приколы приколами но это эти кроссовки сами по себе прикол не знаю сейчас я могу сказать это или нет ну ладно это безымянная история поэтому скажу человек который заказал эту пару в рубрике одновременно с ними заказал себе еще фуампозиты красные красные фуампозиты металлик ред и вот вкус человека сразу понятен я не могу сказать что фуампозиты близко к этим только по своей структуре я обожаю фуампозиты это мои самые любимые кроссовки вообще не носить даже а вот обладать но у человека посмотрите какой взгляд на обувь утилитарный в этом можно ходить возможно у них собрался играть я не знаю я не спрашивал и фуамы эти и фуамы вот они где-то рядом где-то рядом но так далеко друг от друга давайте еще чуть внимательнее на подошву пластиковый стабилизатор в центральной части вы видите под такой мелкий сол границу этой зоны границу перекрытия хорошая елочка которая должна обладать хорошим сцеплением если кто-то в них будет играть да я должен это каждый раз говорить наверное на зоне в пяточной зоне такой же протектор в общем то хорошо на пятке у нас логотипчик adidas и логотипчик бесконечности он же перевернутая восьмерка под которой играл коби брайан когда он был в adidas и в общем то все это такие отсылки которые нас к чему-то должны привести к пониманию я лично жду какой-нибудь крутой цвет со светлым верхом вот с этим чтобы вот был крутой цвет например какой черный и белый верх вот жду просто появление чтобы посмотреть на контрастность такую на реверс второй башмак предварительно вот башмак еще никогда не звучало так правильно как сейчас предварительно расшнурованный и расстегнута молния вот такой не силуэт имеют без молнии то есть посмотрите какая высота у них я думаю что так выглядит чуть менее топорно чуть менее топорно вот это перекрытие не стоит таким домиком непонятно зачем также мы видим что внутри есть такой треугольный образный фиксатор ничего ничего то есть может быть для шнуровки в общем это часть сапожка даже не так часть сапожковой зоны как-то шнурки может сюда должны продеваться а может одно перекрытие должно проходить здесь не обратил внимание сразу желтый контрастный логотипчик adidas что хорошо и в общем-то кроссы не расходятся практически не раздвигаются металлические люверсы спасибо логотип adidas много набивного материала потому что это и 12 размер и тут всего много и очень кстати хорошенькая пятка мне нравится вот здесь хорошенькая пятка с углублением именно для кости то есть вот это вот зона выступающая если вы сюда в них влезете кость засядет там хорошо и не будет выскальзывать и это круто я достаю стельку стелька слишком хреновая на мой взгляд ли таких кроссовок посмотрите она маленькая тоненькая без бортиков бесформенно вообще я ее выкинул потому что мне ее и их я и уже один раз достал ей не смог нормально положить в кроссовку чтобы отправить заказчику поэтому я уже в сердцах это сделал конечно же почищу аккуратненько при всем уважении и внутри мы видим под стелькой белые окошки в которых скорее всего буст если это так мы нашли то самое рациональное зерно и в передней части тоже которая может вырулить эти кроссовки ну если вы вести 130 например килограмм я думаю с таким размером ноги многие люди тяжелые и вот здесь вот в передней части даже если слой буста он очень тонкий в области пятки нет это не boost точно это какая-то пена даже это не light strike она не прожимается есть сомнения что это boost есть сомнения что эта штука толще чем один сантиметр хотя может и boost но он так упакован скорее всего здесь бортики был бог бортики и вы которые бусту не дают расширяться и в целом эти кроссовки сами по себе такие жесткие может все же boost но я выражу вот недоверие кроссы что странно поддаются кроссы тут я слабоват сломал себя нет так они не сгибаются немножко на кручение отдают ру на all-star game кто-нибудь точно должен выйти в них из adidas мемберов и сыграть если человек них дан контесте будет участвовать это просто будет бомба сразу все деньги ему скидывайте которые есть это если он выиграет конечно это супер утяжелители для ваших ног я не буду их взвешивать у меня нет сравнительных характеристик каких-нибудь больших тяжелых кроссовок в таком размере чтобы ну заявить с какой-то степенью ответственности но они конечно же тяжелые широкие мощные и вообще не для каждого поэтому еще раз спасибо нашему заказчику что он выбрал эту пару я не рассказал надеюсь он не обидится если я как-то заделал чувство я не хотел это только кроссовках спасибо с вами был серж